Летняя пора – это время ремонтов и благоустройства в населенных пунктах округа, в том числе и дорог. Особенно остро проблемы с перемещением от одного конца поселения в другой обстоят в деревнях и селах. С прошлого года жители поселка Хангурей жалуются на неудобства, связанные с ремонтом центральной дороги. Александра Литкова расскажет подробнее. История строительства дороги Лежневки в поселке Хангурей началась в 2003 году. Тогда из-за особенностей почвы, таких как Вечная Мерзлота и Болото, было решено уложить центральную дорогу бревнами. Тогда это вполне устроило местных жителей. Этой дороги подсыпкой занимался и колхоз Нарьянаты, и муниципальное образование подсыпкой шлаком. Но специфика почвы такова, что это все уходило в землю и опять каждый год приходилось этим заниматься. Вот когда построили в 2003 году дорогу Лежневку, вопросы у нас снялись сами по себе. За много лет Лежневка отслужила свое и, само собой, встал вопрос о ремонте поселковой дороги. Сразу после реконструкции жители Хангурея начали жаловаться на неудобства при передвижении, особенно на транспорте. Это бревенчатое покрытие на центральной улице поселка Хангурей было застелено год назад. Понятно, что ходить по нему пешком не самое простое занятие. Впрочем, сделана она была не для людей, а для того, чтобы перевозить грузы. Прежде всего, данная дорога необходима для нормальной работы тяжелой техники, которая завозит в поселок топливо, дрова, стройматериалы, а также вывозит мусор. Осенью 2020 года администрации Заполярного района было принято решение завести в Хангуре щебень и в качестве эксперимента засыпать участок дороги. Ситуация немного улучшилась. Если без подсыпки представляет собой только голое бревно, что не устраивает жителей поселка. Если применить вот этот метод подсыпки, в дальнейшем она наполовину уже сделана, то я думаю, что население будет устраивать эту дорогу, будет население довольна. В этом году администрации Пустозерского сельсовета удалось закупить щебень за счет средств Дорожного фонда Заполярного района и часть Лежневки уже засыпали. Этих средств у нас недостаточно, и поэтому подготовлена смета, будет включена в бюджет 2022 года и будут проведены в дальнейшем работы по подсыпке щебнем. Конечно, мы понимаем, что действительно людям неудобно сейчас по такой дороге кататься. Что касается административного центра муниципального образования, то в селе Оксино этим летом построили временные мостовые и уложили центральную дорогу бетонными плитами. В рамках благоустройства у нас сделаны съемные мостовые до общественной бани. Также были отремонтированы мостовые и построены новые мостовые в Оксино. Ремонты были сделаны и в Хангурее. Местные власти готовы и всегда рады благоустраивать села, но, к сожалению, все упирается в недостаточное финансирование сельских проектов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.